Большой ремонт. В Щелковском районе приступили к выполнению областной программы «Мой подъезд». 1008 подъездов до конца 2017 года. Такой объем работы должны выполнить управляющие компании самостоятельно или с привлечением подрядных организаций. Первые результаты масштабного ремонта проинспектировала рабочая группа районного совета депутатов. Комиссионно народные избранники осмотрели входные группы и лестничные площадки в шести микрорайонах. Перечень работ управляющих компании обязаны согласовывать с председателем совета дома, что и когда сделать, каким цветом выкрасить стены, жители выбирают сами. Вплоть до замены окон в подъездах, тамбурных дверей, входных дверей, покраска, побелка, соответственно, негорючими материалами. И задача стоит убрать всю слаботочку, все провода в короба, ну и, соответственно, замена, если это необходимо, светильников. До конца года 83 подъезда планируют отремонтировать в сельских поселениях 378 в Щелкове. Бюджет города на ремонт выделяет более 11 миллионов рублей. Район – около миллиона 300 тысяч. Значительный объем работ приходится на жилфонд Фрианово, Монина, Сверловский, сказал Алексей Юшкин. Мы находимся в доме 19-я городского поселения Щелково. Компания СВТ ведет ремонт подъезда. Вот мы видим, что заменили ящики, покрасили стену, но почему-то оставили электропроводку. Вот в таком виде ссылается, что интернет-компании должны это были сделать сами. В доме 9-11 по улице Комсомольская в Щелкове отремонтируют все 8 подъездов. Уже успели выкрасить стены, перила, побелить потолок, заменить светильники и почтовые ящики. Но как поступить с многочисленными проводами не знают. Надежда Суровцева задала представителям управляющей компании резонный вопрос. Сейчас у нас уже зашпаклеваны здесь стены и так далее. А потом вы будете вот это вот все менять. Здесь вот это 90% жителей, которые вот они себе сопли понакидали, мы не имеем права их тронуть. Сказать, что все управляющие компании одинаково сработали без замечаний нельзя. На Заречной 7, Советская 1а, Чкаловского 8, Институтской 17 и 25, куда заглянулись инспекции депутаты, сразу было видно, как УК относится к своему делу. Есть вот эти компании, которые стараются что-то сделать, они изыскивают возможности и делают подъезды достойными. Ну а те компании, которые к этому, скажем так, относительно равнодушны, ну, надо с ними как-то работать. В доме 19А по улице 8 марта в Жигалове компания «Свет, вода, тепло» приступила к ремонту, в финале которого в одной из них порвало трубу. По завершении аварии коммунальщики обещали привести подъезд в порядок. Зашли в соседний дом 17А, где, со слов управляющего, ремонт завершен. Даже на удовлетворительную оценку он явно не тянул. Работу нужно переделывать, заключила Надежда Суровцева. По качеству выполнения работ, которые производятся или были уже произведены, очень отличается в зависимости от той управляющей организации, которая управляет многоквартирными домами. То есть есть управляющие организации, которые сделали этот ремонт уже или делают его достаточно неплохо. Есть управляющие организации, которым мы сегодня в глаза высказали, что мы считаем, что эти подъезды просто не отремонтированы и нужно этот ремонт переделывать. Конечный результат обязан принять совет многоквартирного дома. На многих МКД этот орган самоуправления избран. Заключительным аккордом должно стать подписание акта выполненных работ. Для этого ответственный представитель дома должен удостовериться в удовлетворительном качестве ремонта. Михаил Налётов, Валерий Жеглий, телерадиокомпания Щёлково.